Хотелось бы в этой проповеди вкратце провести итог истории Нуха со своим сыном, провести параллель, что произошло в день Курбан-Байрама, Яуман-Нахр, Ибрахима со своим сыном, и какие разные итоги, несмотря на то, что оба они сыновья пророков. Сын Нуха, пророка, и сын Ибрахима, Исмаил. Нуха, знаете, 950 лет только призывал к Аллаху. Раньше долго жили люди. 950 лет призывал к Ла-Иляха-Илля-Ллаху. И разными методами. На что он обратился к Аллаху и сказал, О, мой Господь, я свой народ призывал и днем, и вечером. И они от меня отдалялись, не принимали мой призыв к Единобожию. И каждый раз, когда я их призывал, они затыкали свои уши, не хотели слышать Ла-Иляха-Илля-Ллаху. Поэтому верующий, Аллах, когда описывает неверующих, говорит, Когда им говорили, Ла-Иляха-Илля-Ллаху, эти неверующие грешники проявляют высокомерие. Поэтому верующий человек, наоборот, когда слышит, говорит, В этот момент он что? Должен проявлять инкисар перед Аллахом, субхану ва-Та-Аля, нужду, слабость. То, что мы нуждаемся в Аллахе. Я юганнас, антуму аль-фукарау илля-Ллаху. О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе, субхану ва-Та-Аля. В Аллаху аль-ганию ил-хамид. Аллах, субхану ва-Та-Аля-Садам, достаточно, Всевышний Аллах богатый, ни в чем не нуждается, субхану ва-Та-Аля, самодостаточный. Поэтому, ну, алей-салям, говорил, когда я их призывал, они затыкали уши, накрывали себе одеждой, не хотели слышать. Потом, ну, алей-салям, разными методами. Потом я их дуал, джихара, и открытый джихар был, и скрытый джихар был. Но так они не ответили. Потом Аллах, субхану ва-Та-Аля, приказал, ну, алей-салям, построить ковчег, и туда, на этот ковчег, посадить парные животных, верующих, семью. Все сели, кроме, из верующих, кроме, из его семьи, кроме его сына, четвертого сына. У него был сам, хан, яфис. В Коране, в аяте не говорится имя. В некоторых источниках передают, что его звали кэн-ан. Но суть в том, что это был сын, алей-салям. И когда он сказал, я бу-на-яр, кэн-на-ана, сыночек, садись с нами на корабль, спасешься. На что он ответил, я заберусь на высокую гору, спасет меня от воды, спасет меня от уничтожения, от смерти. На что он сказал, сегодня нету никакого спасения, ничто тебя не спасет, кроме тех, кому Аллах проявил свою милость, то есть кроме тех, кто на ковчеге, на корабле. Их разделила волна, и Аллах утопил сына Нуха, алей-салям. Параллельно, тут Нух, алей-салям, призывал своего сына спастись. Спастись. Параллельно, когда Ибраим, алей-салям, долго, долго лет просил Аллаха детей, Ибраим, алей-салям, просил Аллах, дай мне праведных детей. Аллах говорит, мы его обрадовали мягким, прекрасным сыном. То есть, представляете, 86 лет ждал он ребенка, его супруга смогла забеременеть, родить. Как? То есть, долгожданный ребенок. У кого-то долгожданные дети есть, они знают. Долгожданный ребенок, как он к нему был привязан, как он его любил. И Аллах говорит, Ибраим, алей-салям, когда он достиг саи, примерно 8-9 лет, Аллах, алей-салям, внушает ему привезти его жертву. И он идет к своему ребенку, к своему сыну, Исмаилу, алей-салям, и говорит, о, сыночек, Аллах приказывает меня, тебя привезти жертву. Как ты на это смотришь? Нух, алей-салям, призывал к спасению с точки зрения разума, акля. Спастись от наказания. Ибраим, алей-салям, с точки зрения, если посмотреть с точки зрения разума, то что что? К смерти. Аллах, алей-салям, призывал его привезти жертву своего сына. Но в этот момент Исмаилу, алей-салям, смотрите, как отвечает своему отцу. О, мой папочка, делай то, что приказано тебе. Ты меня найдешь из терпеливых людей. И когда он уже его положил, чтобы привезти жертву, в Таштира говорится то, что он говорит, завяжи покрепче мои ноги, чтобы я нечаянно тебя не толкнул, моя кровь попадет на твою рубашку, мама будет переживать, спрашивайте обо мне. В этот момент Ибраим, алей-салям, целует своего ребенка, Исмаилу, алей-салям, и нож не режет. Тут же Аллах, субхану ва-та-Аля, посылает дабиха, курбан, присылает барашку, который был откормлен 40 лет в Джанне, в раю. И тогда, в этот момент, Аллах, субхану, говорит, Ты правдивый Ибрагим, Ты ответил на наш приказ. Мы не хотели смерти твоего сына, своего ребенка. Я хотел тебя испытать. Кого ты больше любишь? Тот, кто тебе подарил этот подарок или сам подарок. Тут же Аллах, субхану ва-та-Аля, назвал его Халилу-Ллах, Халилу-Рахман, приближенный друг Аллаха, субхану ва-та-Аля. Аллах поменял это, жертва ребенка, на жертва животного, то, что Аллах подчинил для людей. Уважаемые братья, вот здесь остановимся и посмотрим. И это сын пророка Нуха, алейсалям, и это сын пророка Ибрагима, алейсалям. Оба они пророка. Здесь отец призывал своего сына к спасению. Би амри мин Аллах, аззаву ва-та-Аля, с приказом Аллаха, субхану ва-та-Аля. Он ослушался. Здесь, с точки зрения, призывал его к жертве. Би амри мин Аллаха, с приказом повеления Аллаха, он подчинился. Не побежал маме жаловаться, смотри, что папа говорит, и так далее. Сказал, сэта джиду, иф аль мать, умар, делай то, что тебе приказано. Братья, одному великому правилу, где Всевышний, субхану ва-та-Аля, говорит. Отвечайте на призыв Аллаха, на призыв посланников. В тот момент, когда они воспризывают то, что вам приносит жизнь, то, что вам приносит радость. И пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, сказал. Кто ради Аллаха что-то ставит, харамное. Свои какие-то, то, что в его нафсе, в его, так скажем, шайтан, то, что ему нашептывает. Харамное вечер, ради Аллаха. Аллах заменит это лучшим, то, что он оставил. Поэтому на сегодняшний день, сколько до нашей эры был еще Ибрагим, алейсалям, мы читаем упомянутое его имя, Ибрагима Исмаиля в Коране. Сына Нуха, алейсалям, даже не знает никто, как его зовут. Предположение только то, что его звали Киньан. Но в Коране не упомянутое его имя, а просто как упомянутое, как сын Нуха. Это в этой жизни, а вечной жизни ждет вечная, высшая степень рая. Ибрагим, алейсалям, Исмаиля, алейсалям, а здесь вечный джаханнам, тот, кто не уверовал, вечное наказание Аллаха. И когда он вел его сына, шайтан начал говорить, те, кто был на хадже, кидали, когда мы бросаем камушки. Бисминал, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Когда начал делать васьвась шайтан ему, он его прогонял. Так же человек должен на протяжении своей жизни после хаджа прогонять шайтана, когда он делает ему васьвась. Тоже встречать его нужно, чем не камнем, а чем зикром. Это обряды, но Аллах тем самым хочет нас обучить. Если вдруг шайтан вам нашептал что-то, то прибегайте за помощью к Аллаху. Как мы можем встретить шайтана оружием, сказав, стагфору Аллаху. Два ракета намаза, тогда шайтан становится более слабым, и, аль-хамдуля, человек идет по прямому пути. Просим Аллаху, чтобы мы из этой истории взяли для себя назидание, взяли пользу, аль-хамдуля, и чтобы на протяжении всей своей жизни, братья мои, мы не знаем, чем наша жизнь закончится сегодня, аль-хамдуля, мы в мечети поклоняемся Аллаху. Завтра не знаю, что будет. Сколько братьев у нас были, которые молились, постились, но потом оставили. Поэтому всегда мы что должны просить Аллаха? Рабби салями салям. Аллах, укрепи, укрепи на этом пути. То, что больше всего просил пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. О, Аллах, переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии.